привет всем меня зовут лидия и добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас в эфире наша любимая рубрика пустые баньки поэтому если подобные видео вам нравятся то заливайте себе чаек кофеек ну а мы погнали за этот месяц у меня накопилось довольно таки немало пустышек попробую аккуратно поднять эту корзину потому что уже несколько раз у меня все вываливалось у нас закончился уходовая косметика косметика для волос для тела также даже несколько декоративных средств и один парфюм поэтому сегодня у нас есть что просмотреть и без долгих предисловий мы ныряем в мусор давайте сначала начнем с декоративной косметики на удивление на этот раз у меня закончилась ее весьма немало начнем с того что я выкидываю вот эту палетку она конечно не пустая здесь вот цветов еще много но она супер старая она мега старая это моя самая первая дорогая палетка я помню что я покупала в дебенхамс платила что-то в районе 30 фунтов тогда она для меня казалось капец какой дорогой держала ее как память ну на меня напал маньяк-расхладитель и я решила ее все-таки больше не держать их выкинуть надеюсь что потом не пожалею уже у меня закончился спонж ну как закончился сносился спонж от соуэко он уже начал рваться в некоторых местах и я его сменила на более свежий вот теперь вот у меня такой спонж от globe выкидывает его упаковку закончила два средства для губ одно средство это вот такой блеск для губ атери он был в красивом розовом цвете в принципе блеск как блеск умеренно липкий умеренно блестящие все в нем замечательно но есть много других блесков для губ которые похожи на этот поэтому гоняться за ним чтобы еще раз купить одну бутылку я не буду еще вот такой тинт закончился это тинт для губ для щек для глаз он липкий но при этом очень сушащий я его так долго держала видите даже им так нормальненько попользовалась из-за красивого оттенка но я нашла не идентичный оттенок но похоже в другом средстве у которого текстура намного приятнее поэтому вот этот выкидываю и покупать его точно не буду тем у меня закончилась миниатюра спрея для усадки макияжа от шарлотты тилбуря эта миниатюрка плевалась конкретно но я думаю что здесь вся беда в том что это миниатюрка думаю что полноразмер таким не страдает но сам спрей очень хороший хорошо закрепляет макияж он принципе мне понравился он комфортный и я бы не отказалась повторить но в будущем потому что сейчас у меня в запасниках несколько подобных спреев от другого производителя также миниатюрка сиси крема от эрбориан вот этого зеленого он мне понравился он комфортный на лице он сначала зеленый да но хорошо растирается и превращается в бежевый очень хорошо подстраивался под тон моей кожи на коже я его почти вот выжила да по все пошло нашла видит он сначала такой зеленоватый начинаю втирать и смотрите как он хорошо подстроился под оттенок моей коже и он не скатывается не оксидируется красиво сидит целый день на моей коже и в принципе я очень хочу полноразмерку но сначала закончу все тональные основы которые у меня сейчас есть туда кончить хотя бы еще две тоналки которые у меня в запасниках и тогда можно быть прикупить что-то новое и первый кандидат на покупку это вот этот сиси крем потому что реально оставила себе очень хорошее впечатление очень плавно переходим в уходовую косметику я выкидываю у меня он не закончился но я выкидываю вот такой бальзам от пав пав выкидываю потому что он уже 12 месяцев у меня открыт и у него изменился запах стал таким химическим неприятным раньше ничем не пах и текстура у него стала вот такая зернистая не знаю увидим он или нет такое чувство как будто тут зернышки такие мелкие появились и раньше такого не было поэтому я делаю выводы что он все-таки составился и протух я его буду повторять это мой любимейший бальзам для губ он стоит не так дорого хорошо восстанавливает пересохшие губы их увлажняет также нормально ложится под макияж только единственное что я сделаю то наверное я его больше не буду покупать вот в таком большом формате здесь 50 миллилитров и он продается в трех размеров один такой маленький классический один средний побольше где-то наверно в половину и вот этот самый большой я схватила самый большой потому что он был нас со скидкой всего лишь за 4 фунта по моему я купила 50 миллилитров но такого объема на год для меня многовато вот тут средний размер это идеальное количество средства для меня на год повторю но в бутылке поменьше дальше у меня закончилась вот такая умывалка для лица это корейская умывалка perfect white и реально пена у этой умывалки похоже на разбитые сливки она очень воздушная но притом плотная красивая обожаю эту пену вот именно из-за этой пены мне очень нравилось пользоваться этой умывалкой вот я прямо кайфовала от этой пены пользоваться ты умывалкой было безумно приятно разносить вот эту пушистую шикарную пену по лицу это отдельный вид кайфа но я все-таки умывалку не повторю несмотря на то что это шикарная пена и она реально вау но сама умывалка сушат поэтому я не хотела и не могла ей пользоваться каждый день пользовалась всего лишь несколько раз в неделю поэтому и так у корейских умывалок расход небольшой а тут и все и пользовалась я не каждый день эту бутылку у меня служила ну где-то в районе года у нас такие отношения любви ненависти и наверно все таки нет поищу для себя что-то менее сушащие дальше у меня закончился тонер с витамином от body shop это увлажняющий тонер он был вязкий но хорошо впитывался нелипкий увлажнял кожу был комфортным на лице не скатывался был хорошей базой под руку уходовую косметику также под декоративку у него был косметический сладковатый аромат но к сожалению не малины почему-то вот я из-за этой диетку думала что он будет пахнуть малиной в принципе мне тонер понравился хватило его надолго и я не прочь его повторить дальше закончился пробник это тонер от полостой с кислотами крутой тонер хорошо отшелушивает кожу реально работает на текстуру помогает бороться с высыпаниями мою кожу он не раздражал на моей коже он работал прекрасно знаю что чувствительную кожу он все-таки может раздражать но мы для людей чувствительной кожи полостой создала такой тонер голубой упаковки вон более сидящий не помню название но я оставлю картинку по моему я ничего не перепутала тусный поле сидящий тонер полостой в принципе крутой тонер но я в своем ежедневном уходе вот такие тонера не использую кислоты я предпочитаю получать из сывороток но если бы мне захотелось вдруг приобрести тонер с кислотами то скорее всего это был бы тонер от полы не куплю но крутой могу рекомендовать дальше у меня закончилось несколько сывороток одна сыворотка от симпл с неоцинамином такая вязкая белесая сыворотка в принципе она ничего не делала она и стоит бюджетно вообще симпл я люблю как бренд он он производит неплохие умывалки также тонеры которые мне нравятся также салфетки для снятия макияжа у них хорошие решила попробовать такую бюджетную сыворотку с неоцинамином и нет она не работала поэтому покупать ее больше не буду вам не советую и также у меня закончились себе дидро от родил это успокаивающая сыворотка и вот эта сыворотка мне безумно нравилась она такая маслянистая питательная при этом хорошо впитывалась у нее шикарная отдушка на мой нос шикарная отдушка объективно она пахнет мылом но мне обушка очень нравилась и она реально успокаивала подпитывала мою разраженную подкрасить покрасневшую кожу вообще если моя кожа чувствовала себя не очень хорошо например появились какие-то покраснения шелушения я на ночь наносила вот эту сыворотку и с утра ситуация если не исправлялась на сто процентов но кожа все равно выглядела миллиард раз лучше эту сыворотку я бы с радостью повторила и я пробовала ее повторить но по-моему родил ее изняли с производства потому что везде она sold out даже на их веб-сайте и я не смогла себе заказать а жаль потому что я влюбилась в эту сыворотку и с радостью бы ей пользовалась на постоянной основе еще одну сыворотку это тан люкс супер glow это их капли которые вы добавляете в крема в сыворотке ну и автозагаром пользуетесь таким образом как видите у меня она не закончилась потому что я ее открыла где-то в конце прошлого леток какое-то время попользовалась потом пришла осень а на осень я такие продукты не люблю и я подумала что здесь вот после открытия 12 месяцев она у меня доживет до следующей весны но я возьму этот бутылок и смогу им спокойно допользоваться и она продукта она не выжила 12 месяцев после открытия она теперь знаете пахнет вот автозагар плюс аромат какой-то прокисшего продукта ну и в общем я не стала рисковать и наносить это на себя пропала и пропала выкидываю в принципе на тот момент когда я ей пользовалась она нравилась мне она реально давала красивый бронзовый цвет лицу не пятнила не было оранжевые в принципе крутая но я для себя ее покупать не буду потому что вот такие средства с автозагаром это вообще не моя чашка чая я ими пользоваться не очень люблю вообще думаю что в этом мире не существует вот таких вот средств автозагаром которые бы хотела приобрести за свои деньги и приобрела бы поэтому да крутые но не для меня со своей да у меня сохранилась только коробка так как сам бутылек сама менять сутка улетела в отпуск там она закончилась и я ее на месте и выкинула составе есть алкоголь я даже могу его почувствовать в отдушке но не так все плохо потому что она мою кожу не сушила а даже наоборот увлажняла а какую-то борьбу с машинами я не заметила но на лице она ощущалась комфортно также служила хорошей базы под макияж купила бы я ее за свои деньги вряд ли потому что она не дешевая и в принципе это нормальная хорошая увлажнялка за простую увлажнялку я столько платить не буду повторяю никакого эффекта на морщины я не заметила поэтому если попадется вот еще раз менять ушка скорее всего с удовольствием на себе на себя изведу но покупаю за свои деньги не буду и уронка от орденари на мой взгляд работает не хуже из того же путешествие осталось только лишь коробка сама бутылка закончилась и была вытянута это гель для у него для умывания от юв туда people крутой гель мне он очень нравится у него шикарная упаковка малюшенький капли хватает надолго он не сушит хорошо пенится хорошо чистит кожу единственный его минус он не дешевый на постоянной основе я не буду покупать такой дорогой кель для умывания но в но во время акции по балу из себя возможно когда-нибудь я и приобрела бы такую бутылку если бы у меня возникло бы желание в принципе крутая умывалка могу рекомендовать если вы не прочь инвестировать в гель для умывания из этого же путешествия не вернулась не вернулся крем от супу есть только лишь коробочка хороший легкий увлажняющий крем прекрасная база под макияж мне он понравился куплю купила бы я его зависит от цены если цена меньше 40 фунтов то скорее всего да потому что супер комфортный крем у меня вообще к нему никаких нареканий использовать его было приятно но это все-таки хороший увлажняющий крем больше никаких чудес вам на моей коже не совершил но понравился в принципе крем от ordinary хороший базовый недорогой крем для себя я бы его использовала на нас или же зимой на дневное использование у меня жирного одно в принципе вполне неплохой крем правда скучный до безобразия но хороший и дешевый повторила бы вот такой увлажняющий крем пах вкусненько апельсинчиком или каким-то другим цитрусовым фруктом хорошо увлажнял был легкий наносить его комфортно носить его тоже комфортно макияж на нем не скатывался мне понравился в принципе могла бы повторить но все говорю упираются в цену если очень дорогой то тогда не надо и также у меня закончился вот такой ханей хейла от фармаси и этот крем я могу сравнить с очень красивой но жутко неудобной обувью почему потому что мне этот крем нравится отдел маркетинга фармаси ударил меня прямо сердечко здесь мне нравится все мне здесь нравится упаковка кстати она магнетится и сюда еще лопаточка железная примагнечивается что все супер мило мне нравится упаковка мне нравится аромат мне нравилось вот такая текстура такая и и прям ее было очень приятно доставлять доставать из упаковки наносить на лицо в общем но но в этой всей прекрасной картине есть одно но для меня он слишком питательный он впитывался отнюдь не так хорошо как мне бы хотелось поэтому несмотря на то что этот крем мне нравился я его сносила но покупать сама я не буду потому что он все-таки больше для жирнокожих а ну вот это знаете какие те туфли которые безумно красивые которые на супер крутом высоком каблуке на которые вам нравится смотреть на которые вы не можете носить это аналог этих туфель для меня поэтому сносила попользовалась этим шикаршеством но покупать не буду но это не точно потому что у меня полный шкаф жутко красивых но неудобных туфель а носу я кроссовки женская логика дальше закончилась у меня маска от коры и это хорошая маска которая в принципе мне нравилось у нее приятная консистенция вот такая вот кремовая ее комфортно ощущать на лице она приятно впитывалась после нее он прям так светилась красиво мне она понравилась и по эффекту и по консистенции но она простите меня за это слово она воняет она в прямом смысле этого слова воняет бассейном открываешь крышку и вонь хлорки вонь вот этого всего бассейна из-за этого аромата я ее повторять больше не буду потому что у меня от этого запаха в прямом смысле слезились глаза когда я ее только лишь приобрела и открыла меня этот запах смутил я подумала что моя маска стухла но начала гуглить и оказывается это ее природный натуральный аромат и все подобные маски пахнут так поэтому ребята несмотря на то что по своему действию маска мне прям понравилась цена у неё тоже довольно таки нормальная как для такого качества и количества но из-за вот этой вони я покупать ее не буду я не готова это терпеть снова дальше у меня сиворотка для бровей от анастасии beverly hills здесь не полный размер по моему миллилитра 3 1 брать не буду не знаю сколько здесь миллилитров но это пробник и мне его хватило на две недели несмотря на то что это сыворотка комфортная в нем хорошая удобная кисточка сама упаковка прям дорогая железная даже в пробнике но я за эти две недели вообще не заметила никакого действия это не значит что сыворотка не работает это может значит это что просто для этой сыворотки нужно больше времени потому что у меня была сыворотка от ординари и наверное недели 4 я ее кляла на чем свет стоит потому что она совершенно не работала а через четыре недели смотрю ресницы прям поперли вверх расти поэтому возможно мне просто не хватило времени чтобы прочувствовать эффект но как-то не настроила на меня на оптимистический лак поэтому наверное я поиск поискала бы какую-то другую сыворотку и не повторила бы покупку у меня закончилось несколько масок две увлажняющие маски от ордины и две маски от авто от той же ордины но по моему с молочком силы из прополиса в общем с каким-то силе нам продуктом вот эти маски хорошо увлажняли в них много пропитки они мега комфортные и дешевые покупала их покупаю и буду покупать очень крутые маски я их люблю эти маски тоже увлажняют но увлажнения в них меньше чем вот в этих друга друзьях но здесь имеется эффект питания поэтому вот эти маски мне больше нравится использовать на ночь а в эти а эти утром эти маски тоже крутые и пахнут они чем-то медовым мне в принципе понравились ибо я тоже повторила он всего лишь несколько продуктов для волос во-первых это выкидываю вот такую банку от шампуня white сам шампунь у меня еще остался просто я перелила его в другую банку потому что это сломалось вообще у а есть такая крутая функция когда вы покупаете мультипак на пол литра и затем из него пополняете вот такие банки но здесь вылезла ложка дегся потому что пластмасса такой банки через два года становится весьма хрупкой и начинает крошиться поэтому использовать ее больше нельзя сам мультипак у меня остался его перелила в другую банку да задором вообще какую-то ну не в будущем я дальше продолжу покупать мультипаки а вот такую упаковку больше покупать не стану просто завела банку с дозатором какую-то непонятную буду пользоваться ей не брендированный дальше закончился олоплекс номер 4 хороший шампунь который комфортно увлажняет волосы но их не перегружает также у него расход маленький здесь вот 100 миллилитров но пользовалась я ей наверное два с половиной месяца люблю люблю шампуни от олоплекс на мне они хорошо работают и в будущем с радостью бы повторила эту банку дальше его его это бальзам для волос увлажняющий бальзам для волос покупала я его в поездке мне понравился хорошо увлажняет волосы но их не перегружает мега хорошо пахнет комфортно ощущается на волос так мне понравилось я захотела купить полноразмер кстати полноразмеров я у нас физических магазинах не видела вот эту конкретно покупала физическом магазине в литве но я нашла что на территории юки работают их онлайн магазин и там полный размер стоит 24 фунта я бы уже купила но на данный момент он его нет наличии поэтому подожду когда вернется в наличии куплю потому что для меня это комфортный бальзам на каждый день который идеально для меня подошел и понравился дальше выкидываю полную упаковку вот таких салфеток это салфетки которые должны были быть аналогом сухого шампуня то есть чистить волосы я не поняла я их вообще не поняла потому что они волосы жирнят они все какие-то просаленные волосы жирнят я их волосы ужасно жирнят я ими пробовала пользоваться ну как просто влажными салфетками чтобы почистить руки или протереть какую-то грязную поверхность но они поверхность жирнили и потом еще этот жир с поверхности еще чтобы снять вот этот жир с поверхности надо и помучиться поэтому мне совершенно не зашли совершенно непонятные продукты я выкидываю не советую прям лучше купить просто сухой шампунь у меня закончилась целая башня из скрабов начнем с малыша это бам-бам это скраб в знаменитом аромате бам-бам крема хороший скраб у него хорошая пропитка хорошие скрабинки пользоваться им комфортно пропитка шикарная все в нем шикарно но стоит он дорого но я бы его повторила на постоянной основе нет я бы его не покупала но тогда когда хочется себя порадовать купить какую-то супер комфортную люксовую штучку на которую обычно тебе жалко деньги денег то это вполне мог бы быть этот скраб вообще никаких нареканий ну кроме цены очень понравился дальше закончился вот такой охлаждающий скраб он у нас должен бороться с целлюлитом и жирком на боках в принципе хороший скраб он мне понравился да он имел такой холодящий эффект но он был комфортный также хорошая пропитка хорошие скрабинки солевые правда солевые скрабы мне нравится меньше чем сахарные ну из-за того что они помогают очень хорошо найти раны о которых ты даже не подозревал но в принципе хороший скраб он мне понравился у него хорошее сочетание цены и качества хорошо скрабирует мне понравился я бы его повторила и дальше в моих покупках вы могли видеть что я купила вот такую башню из трех одинаковых скрабов до 2 закончила и 3 у меня еще в наличии я пользуюсь сейчас и не ли не очень понравились несмотря на то вот что когда открываешь упаковку выглядит она шикарно это такая воздушная пропитанная масса кстати это соль и это мелкая соль и если предыдущий скраб он только немного пощипывал то вот это рану жжет как адово пламя и также соль мелкая и она вообще ничего не скрабирует она просто гладит кожу и пропитка у нее я думала что мне понравится мне нравятся скрабы у которых шикарная маслянистая пропитка я люблю мне ее ощущать на коже прямо нравится но здесь пропитка которая вообще не впитываются в кожу я вышла из душа вытиралась и где-то уже после часа ходьбы уже и занимание своими делами я все еще была липкая от этой пропитки поэтому вот этот скраб я всегда смываю гелем для душа конечно я закончу эту банку не вытяну но больше повторять не буду единственное что мне здесь нравится это дужки они довольно таки приятные дальше закончился единственный крем для тела это бомбан их новинка фиолетовый такой же крутой как и все крема солдинера мне понравился в будущем с удовольствием повторила бы но желтый все-таки остается моим влюбленчиком желтый пахнет круче на мой взгляд и вот еще один крем для тела этот дисворк это их успок это их крем из этой успокаивающей линейки в которой продается вот это вот ванютичка очень сильно пахнет ливанной очень сильно пахнет травой даже сказала бы раздражительно слишком сильно несмотря на то что сам крем по своей консистенции увлажняющий хорошо впитывается пользоваться им приятно но одушка раздражала поэтому я бы не повторила и если уже показала вот эту вот спрей успокаивающий то я его закончила здесь одушка не так раздражает в креме она более ядреная сама бы не купила но когда подобные стики попадаются в рассылках с радостью им пользуюсь правда пользуюсь не по назначению не на ночь а просто как освежителем воздуха в комнате брызгую например на занавеску или обивку мебели в принципе нормально закончила несколько гели для душа это молтон брау в аромате цветков апельсина и бергамота красивый такой цветы цитрусовый аромат вообще у молтона брауна хорошая дужки они красивые богатые качественные они остаются какое-то время на теле и вообще сам гель такой плотный и вот у него расход весьма не маленький я люблю гели молтоном браун и принципе я не прочь повторить но моя любимая душка это ржевень роза и если я буду покупать то скорее всего уж ее закончился вот такой гель для душа с витамином c и неоциномидом я не заметила какого-то эффекта на кожу от витамина c и неоциномида не сказала бы что сыпать меня стало меньше и что как кожа посветлела на теле ну в принципе гель для душа как гель для душа хорошо мылился паха пах косметическим грейпфруктом за ним гоняться точно не буду но если по какой-нибудь хорошей скидки найду почему нет вполне достойный гель для душа и хватило его надолго один гель для душа который был в каком-то новогоднем наборе это мужской гель для для душа но такая стандартная мужская душка весьма приятная на мой нос но он очень жидкий он такой жидкий как вода расход был очень-очень большой наверное его хватило ну на неделю он закончился поэтому не советую я его можно найти что-то получше за такие же деньги мыло дешевая нормальная хорошо работает гоняться за ним не буду но почему нет продается она в ближайшем супермаркете если когда-нибудь пойду за продуктами я кажется что мне нужно было срочном порядке то вполне возможно что возьму его санитайзер для рук ну санитайзер как санитайзер работал нормально тоже гоняться не буду но если в моменте когда мне будет нужен санитайзер глаз зацепится за него то вполне возможно что куплю нить для зуб нормальная нить тоже куплю мятовая жидкость для полости рта тоже хорошая мне она нравится не ждет рот аромат ну плюс вкус у неё как у зерола белого из нашего детства и поэтому он мне нравится с радостью повторила бы и когда-нибудь повторю и также вот такие носочки для ног это пилинг носочки я им пользовалась две недели назад и если бы я этот ролик снимала бы неделю назад я бы их ругала на чем свет стоит здесь пишется что действие начинается после 3-4 дней и заканчивается непонятно когда заканчивается в общем я нанесла эти нас носочки их нужно нанести на пятки вот они вот такие вот со звездочками и подождала час зачем смыла маску с мылом ну и ходила еще здесь нужно ноги замачивать на 10 минут каждый день и жду я день жду я два жду я три жду я 4 и ничего не происходит жду я неделю ничего не происходит и наверное прошла неделя где-то день тогда пошел процесс и теперь мои ноги выглядят как будто из фильма ужаса потому что они все вот в этих шелушках ужасно лупятся вот теперь я вижу эффект теперь я могу сказать что да ребята они эта маска работает могу рекомендовать но знаете что вот эти три-четыре дня это очень условный срок у меня это заняло намного больше времени но теперь кожа конечно заканчивает смениться и эффект мне понравился кстати они здесь дальше попробовали затиснуть аромат кокоса и меда но что-то пошло не так потому что пахнет эта маска как будто в ацетон добавили что-то сладкое не помогла кокосовая душка этой маски но здесь думаю что суть не в одушке не на нос в эту маску наносится но действие реально крутое повторила бы закончились меня вот такие детские духи я их покупала дочери дочь не оценила поэтому я их стала использовать как ну спирт если нужно что-то дезинфицировать не давать например пинцету я пользовалась эти банка и наконец-то она у меня закончилась пахнут они как дешевые детские духи мне не нравится дочери не понравилось нашла им применение но покупать больше не буду и также у меня закончился вот такой вот пробник а я здесь вот еще на коробочке написала себе заметку что сначала не этот аромат ощущаются цитрусами и белыми цветами затем на своей базе он начинает звучать как мыло и понемногу затихает не стойки на себе я ощущала плюс-минус два часа в принципе пользоваться им было возможно они весьма приятные на мой взгляд они не стоят той цены которую за них просят они стоят 100 миллилитров стоят 200 фунтов с лишним поэтому попробовала побаловалась но полный размер покупать не буду и у меня осталось еще пара средств не в не категориях во-первых закончились вот такие капли для глаз я ношу линзы так здесь еще чуть-чуть осталось на донышке но уже с другой гостей выше я ношу линзы поэтому мне увлажняющие капли для глаз нужны в чем супер сила этих что мы их наносим на закрытые глаза просто закрываете глаз и навеки наносите пару нажатий и потом моргаете на мой взгляд это намного комфортнее чем смотреть вот на эту пипетку и пытаться не на не на не зажмурится когда тебе в глаз что-то капает крутые уже повторила и и я знаю что я всех пустых банков вообще не показываю химию для дома потому что считаю что химию для дома это вообще скучно и никому не интересно но хочу показать вот такое вот такое средство для белья это средство для белья так средство для белья то есть стирает она белье примерно также как какой-нибудь ария летает ну как хороший порошок который вы можете купить любом супермаркете его супер сила ароматы этот производитель он своих средствах для белья пытается повторить знаменитые ароматы этот как конкретно имитирует тома форда лост черри кстати том форда лост черри сам аромат мне не очень нравится на мой нос он слишком резкий вот эта штука пахнет как лост черри но как будто в нее добавили к капелюшку сливочности и она такая стала более ложь терри остается но он такой более сливочный и более тягучий там есть конечно же средства повторяющие другие ароматы там зелину точно какое-то средство повторяет и все такое и аромат на белье реально остается и мне очень понравилось повторила в том же аромате и буду повторять потому что на мой взгляд это круто конечно пухонные полосенца такой штук и стирать но это вообще не умно но мне нравится например постельное белье или рубашки так постирать и потом постирать ним и потом ощущать этот аромат и вот и даже вот если вы достали свежую рубашку из шкафа надели даже и душиться не надо от вас такой приятный обволакивающий деликатный аромат идет конечно он не шлейфовый но сами вы его очень чувствуете и прям приятненько этом все больше ничего у меня не заканчивалось сейчас выкину эти баночки и начну копить новые надеюсь что подобное видео вам понравилось пожалуйста поставьте лайк чтобы я не зря мусор копила а также если подобные видео вам нравятся и вы часто меня смотрите то пожалуйста подпишитесь на мой канал за каждую подписку я вам безумно благодарна и на этой ноте я с вами прощаюсь всем пока-пока друзья до новых встреч